Хлопающий червь Аватия вермис это род организма фильтраторов из группы лобоподов, известных из бёрджерских сланцев. Как и у многих других лобоподов, у Аватия вермиса было 9 пар лобопод или конечностей. Род и вид этого животного были описаны в 2017 году. У Аватия вермиса было 9 пар лобопод. Первые две пары были удлиненными и имели приблизительно 20 пар шипов на каждой доле, с раздвоенным когтем на конце каждого шипа. Пары лобопод с третьей по шестую были короче, а их парные шипы были намного меньше. На этих четырех парах лобоподных шипов они были большими только около вершины. Последние три пары лобопод не имели парных колючек, что свидетельствует о том, что эти колючки использовались для захвата планктона. Вместо этого у этих лобопод были крючкообразные когти, которыми Аватия вермис мог цепляться за кораллы или за губки, живущие в то время подниматься по ним до места, где те всасывали воду. Останавливался там и начинал фильтровать воду. В передней части тела животного находился короткий хоботок с ртовым отверстием на конце, которым он, вероятно, пользовался для всасывания частичек пищи, которые ловил шипами. Возможно, это дело подобно современному морскому огурцу. Голова Аватия вермиса не была хорошо обособлена частью тела. Также на голове Аватия вермиса было два небольших диаметра, около 1,1 мм, и, вероятно, очень примитивных органов зрения. При тщательном осмотре окаменелости были обнаружены следы соединений кальция в когтях задних трех пар конечностей, а также вокруг рта и хоботка. Также были обнаружены следы кальция в кишечнике, но это могли быть фрагменты раковин, оставшиеся от съеденных организмов, и не имели ничего общего с внутренними органами животного. Название Аватия вермис происходит от латинского аватио, что означает хлопать, и вермис, означающего червь, что все вместе можно перевести как хлопающий червь. Такое название было дано Аватия вермису за окаменелую позу, в которой он фильтровал воду, стоя на задних парах лобопод и размахивая передними над головой. Видовое название крибратус также происходит от латинского и означает сито. Аватия вермиса относят к группе лоулишаниидов, определенной группе вымерших организмов. Все лоулишанииды были фильтраторами, и это одна из самых главных особенностей, по которым они классифицируются. Другая – это маленькая голова и толстая шея, в отличие от галлюцигениидов, которые имели большую голову и тонкую шею. В длину Аватия вермис достигал около 2,5 см, весил от 2 до 5 грамм и обитал в среднем кембрийском периоде 508 миллионов лет назад. Если вы являетесь любителем палеонтологии доисторических существ или вам просто понравилось данное видео, то будьте добры поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу канала, ссылка будет в описании, и я продолжу делать видео по этой тематике. Субтитры создавал DimaTorzok